ПОДПИШИСЬ! И уже лидировали до конца встречи с отрывом в 10-15 очков. Буквально в последние минуты игры «Автодор» сократил разрыв в счете. Кстати, в составе команды «Химки» играет причем капитаном выпускник «Автодора» Сергей Моня. У саратовцев самым результативным стал Артем Калименко. Он принес команде 16 очков. Кроме того, что его оценили свои, на него обратил внимание тренер команды «Химки» Римас Куртинайтис, отметив, что это, цитата, «материал с хорошей перспективой». Еще Римас Куртинайтис после игры посетовал на слишком нежное судейство. Его ребята, как он сказал, привыкли к жесткой игре, а здесь она была наказуема. Но в целом игрой доволен. Слово, хорошая команда, быстрая, не очень нам удобная в данный момент, потому что мы играем много игр в разъездах. И вы видели, мы сегодня отличались в скоростях. То есть мы уступали в скоростях, как играл Саратов. Может быть, в техническом плане мы лучше, конечно, это игроки. Может быть, другого уровня. Но в скоростях, в стараниях мы уступали. И должны отдать должное за эту хорошую игру игрокам, тренеру Саратова, что так хорошо сыграли. А вот президент клуба «Автодор» Владимир Родионов, выйдя к журналистам и обсудив игру, удивил всех с заявлением о возможном скором распаде команды. Здесь мы своих воспитываем, поэтому бюджет здесь в разы, в десятки. А для сравнения, все говорят, уменьшили. Миллиард двести у них бюджет, у химов. Миллиард двести. ЦСКА объявляет бюджет в 58 миллионов евро. Ну, умножьте на этот курс, это два с лишним миллиарда. И в нас скрывать, что, вот 50 миллионов, и которые мы уже с этого Нового года не получили. Сейчас еще неделя осталась, и все ребята свободны. Владимир Родионов также сказал, что финансовая ситуация в области ему известна, и он никого не обвиняет. Но большого баскетбола в городе может скоро не быть. Продолжение следует...